Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Леонид Шлец. По понедельникам я вам рассказываю о том, что думают россияне, о России. Те россияне, из которых не может быть услышан в нынешней России. Я хочу сегодня замечать свой рассказ с историей, которую в своем фейсбуке изложил Станислав Кочер, известный российский журналист, который уже некоторое время живет в Нью-Йорке. История непосредственно связана с Нью-Йорком, но, конечно же, она имеет отношение к России. Итак, Стас рассказывает о том, что он шел вдоль центрального парка в Нью-Йорке, услышал, как кто-то поет Wonderful World Армстронга. Весьма аутентично. Вижу мужчину лет 70, пишет он. Понимаю, что видел его уже здесь, но тогда у меня наличных не было. А тут, как раз точно помню, в кармане пятерка должна быть. Слушаю, подхожу, опускаюсь в шляпу, улыбаюсь и иду дальше. Через пять минут слышу тяжелое дыхание, оборачиваюсь сзади. Армстронг догоняет, качает головой. Слушай, я, конечно, знаю цену своему пению, 50 долларов за одну песню, это слишком, и протягивает мне 50 долларов купюры. Может быть, говорю, я пятерку положил, у меня полтинника в кармане не было, у меня сдача с десятки, я только что хот-дог покупал. Не думаю, улыбается дядька, у меня глаз наметанный, я всегда вижу, кто сколько кладет. Это точно твой полтинник. Ты, видимо, хот-дог не за десятку, а за сотню купил. Посмотри, в кармане, там дача должна быть. Лезу в карман, нащупаю еще купюры и понимаю, он прав. Спасибо. Извини за вопрос, почему ты вернул? Я бы, наверное, только дома заметил и бы вообще не обнаружил. Армстронг явно бескуражен и рад возможности поболтать, потому что это не мое. Тебе, друг мой, сколько лет? Ну, 50 минут настолкнуло. То есть ты прожил на свете 50 лет. Тебе все время встречались люди, которые берут чужое. Ну, не все время, но встречались, конечно, тебе разве нет? Я их не замечал и тебе не советую. Вот это уже интересно, как же не замечать, если эти люди часто целыми странами управляют. А вот ты о чем. Армстронг рассмеялся. Когда же не люди, это диктатор. Я на Гаите родился, у нас там диктатор Дювалье был, редкий кровопильца и вор. У него даже дворец был больше, чем у английской королевы. И себе представить не нужно. А во дворце даже, собственно, пыточное было. Разве это человек? Разве по нему можно о людях судить? Тем более о тех, кто поет блюз. Между тем, о людях, конечно, судить можно по-разному. Высокой оценки почему-то до сих пор заслуживают те люди, которые обеспечивают финансо-экономическую стабильность в России, которая несется под давлением санкций и неизвестно куда. Но нередко говорят, что те люди, которые возглавляют Центробанк и финансо-экономический блок в правительстве российском, это высокий профессионал. С ними не соглашается другой россиянин, который живет в России, профессор Константин Сонин, экономист. Он преподает, он предпрофессор Чикагского университета. Он предлагает посмотреть на проблему через призму такой метафоры. Представьте, в больницу привезли больного с раковой опухолью. И анализы это подтверждают и пункции, история болезни, сомнений нет. Можно что-то сделать, и перевернуть, химиотерапия, шансы есть. Но главврач запретил слово рак. И не просто слово, вообще запрещено все связанное с онкологией. И хоть ищи врач, говорит, что пациент поступил, сильная боль, от этой сильной боли его будут лечить так и так. Не от рака, упаси Божий, его же нет. От высокой температуры и потери аппетита. Мы назовем действия такого врача профессиональными. Если не считать того, что врач скрыл диагноз от больного и публики, и лечит не от реальной болезни, все профессионально. Жаропонижающие понижают жар, а безболивающие действительно уменьшают боль. Более того, родственникам спокойнее, когда они не знают, что у больного тяжелая болезнь. Им реально легче. И главврач похвалит лечащего врача, и главврача похвалят. Это же важно, чтобы их хвалил. Ответь могут на их место вообще каких-нибудь коновалов назначить. В другой своей записи в фейсбуке Сонин продолжает эту тему. Экономический кризис, вызванный войной, уже очень глубок. Но главное, экономические кризисы даже быстро развиваются медленно. И почти все плохие посредства для российской экономики еще далеко впереди. Для тех, кто любит Россию, вопрос сейчас не о мобилизации, а о том, как прекратить войну, вывести войска и договориться об отмене хотя бы части санкций. С этим мнением согласен политолог Кирилл Рогов. Он даже ссылается в своей записи в фейсбуке на мнение Константина Сонина. Спрашивают тут, какая экономическая политика, сложившаяся ситуация для России была бы разумна? В России есть только одна правильная мера экономической политики. Это прекращение войны с Украиной. Никаких других мер экономической политики нет и быть не может. Продолжение войны при любой политике – это дальнейшее погружение в воронку политической и экономической катастрофы. А с высокими или низкими ставками ты в нее погружаешься, не имеет никакого значения. Журналист Максим Трудолюбов по-своему подводит итоги профессиональной деятельности кремлевского руководства. Прежде всего, Владимир Путин. Хотел повысить статус России, добился статуса изгоя. Хотел доказать, что русский украинец один народ и завершил давно идущее формирование украинской нации. Хотел доказать всем свою военную мощь, потратил миллиарды на модернизацию армии и показал всему миру дезорганизованную кровавую силу, способную убивать, но не воевать. Хотел демилитаризацию Украины – получил и милитаризацию. Говорил, что НАТО слишком близко, добился того, что НАТО теперь еще ближе к Англии и Швеции. Хотел использовать мир и газ как оружие – получил эмбаргер. Помогал крайне правым и левым силам в Европе, добился того, что теперь эта помощь – главная причина их поражения. Хотел особых отношений с Германией – провал. Отношения с Израилем – провал. Хотел влияние – получил отсутствие влияния. Хотел культурного присутствия России в мире – получил отсутствие. Рекламировал стабильность внутри страны – получил экономический кризис. Хотел развитие технологий – получил технологическую изоляцию и деградацию. Это бесконечный список. Проблема так в том, что Путин за все это отвечать не будет. Потому что, оказывается, удерживать власть можно просто средь бела дня, говорят всем противоречащие друг другу вещи. Это не я, это не поражение, это победа. Прикладывая ответственность, добивая того, что цену платит кто-то другой. Свою оценку происходящему в России дает писатель Дмитрий Глуховский. Популярный автор, автор цикла романов на метро. Один из них даже несколько были воплощений в кино. Российская внешняя политика последних лет – это купание пьяного ВДВшника в мировом фонтале. Запад давно понял, что с Россией договориться нельзя. Значит, ее надо оцепить, ослать до такой степени, чтобы она, по крайней мере, не смогла вести войну. То, что пострадают простые люди – не цель, а сопутствующий ущерб. Но иначе действовать в отношении государства, которое в 21 веке ведет правопролитные западнические войны и стерегает гражданское население в Европе, они уже не могут. В целом, ввергая народ в милитаристскую, чем экономическую историю, власть очень рискует. Война снимает массу критических табу, в частности, на брата убийств и на убийств. Немыслимое стало уже мысленным. Кто будет загонять демонов обратно в сосуд? О том, что после войны Россию ждут тяжелые испытания, на YouTube-канале «Форма свободной России» рассказывал политолог Александр Морозов. Рессентимент будет сильнее, чем он был после крушения Советского Союза. Потому что Путин ведет дело к тому, чтобы все эти ушедшие с войны люди, обратно вернувшиеся в жизнь, в этой замкнувшейся в себе России, после того, как она потерпит поражение, которое может быть объявлено победой Путиным, это очевидно. Мы можем себе представить выход из войны, при котором Путин, отброшенный на границы России до 2014 года, тем не менее сохраняется у власти, накачивает население и говорит, мы же вступили в войну с 40 странами. Разумеется, конечно, мы не могли победить, мы защитили наши рубежи. И отход на границы 2014 года будет подаваться как то, что на нас готовилось чудовищное нападение, мы выступили вперед на территорию противника, сражались и защитили нашу границу. Теперь мы на ней стоим. Спасибо всем, всем ордена, медали, военные пенсии и празднование победы вот в этом формате еще 40 лет вперед. Значит, но главное, что все это порождает, породит, конечно, уже на 20-30 лет мифологию, что Россия подверглась нападению НАТО, альянса 40 стран, которые поддерживали. Украина была форпостом этого нападения, но участвовали в этом 40 стран. Колиция России была одна, она мужественно выстояла и так далее. Значит, обида на Запад, рессентимент в отношении этого, тем более санкции не кончатся, понятно, в обозримом будущем, трудно себе представить когда, она будет мощнее, чем веймарский синдром Германии. Она будет в 10 раз мощнее, на мой взгляд, чем синдром после крушения СССР. В этом же разговоре принимал участие социолог Игорь Эйдман. По его мнению, после поражения России в войне, хуже быть уже вряд ли? Да куда уж хуже. Мне кажется, что вот эта моральная катастрофа, она произошла давно. И, по-моему, дно уже в сердце, то есть дно пробито уже много раз, даже не один раз. И куда уж дальше катиться, я думаю, что ничего принципиального уже это не изменит в этом смысле. Я, как уже сказал, я считаю, что сейчас маятник должен качаться в другую сторону. В России ведь всегда качался, в России страна крайностей, да, как известно. И маятник все время качался в ту сторону безудержного, значит, такого патриотического психоза и самого схваления, какие мы самые крутые, самые великие, там, первое в мире социалистическое государство, или что-то в этом роде, или там будет самая великая империя, и так далее. А потом маятник качается в самоуничижение, вот как было самоуничижение, как было во время перестройки, что мы самые большие придурки в мире, зачем-то устроили, зачем-то пошли по этому ложному пути, чтобы показать всему миру, каким быть нельзя, как и что не делать, и в таком духе, что вот что-то надо теперь делать, давайте мы попросим лучшие ножки, или там армии помощи по голодающим по волжье, или что-то в этом роде. То есть я думаю, что после этого поражения пойдет маятник в общественных настроениях в другую сторону, то есть в сторону вот этого путинского самодурства и самого схваления, в сторону такого критического отношения к себе и самоуничижения, скорее, чем самого схваления. И этот процесс будет, мне кажется, идти довольно долго и последовательно. Потому что те развалины всего, которые оставит после себя Путин, их разгрести будет еще сложнее, чем развалины СССР и даже Российской империи. Впереди у России, как говорят россияне, которые хорошо отняли свою страну, незавидное будущее. Кого в этом винить? Об этом тоже ведутся нескончаемые разговоры, но, естественно, в будущем многие люди. С вами был Леонид Швец. Берегите себя, сохраните душевное спокойствие. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова